Общий совет для всех грибников, которые дают ученые, это перед тем как идти в лес нужно изучить ядовитые грибы своего региона. Как правило в любом регионе съедобных грибов много десятков, а ядовитых несколько штук, в том числе и в Беларуси. То есть ядовитые опасные грибы, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Самый вот ядовитый гриб, с которым связано 95 процентов смертей по всему миру, это бледная поганка. У нее есть съедобные двойники, сыроежка зеленая, рядовка зеленеющая, то есть вот нужно выучить отличие, если вы пойдете будете собирать зеленые сыроежки и рядовки, отличительные черты, признаки именно бледной поганки. То, что она растет из такого клубня и есть юбочка на ножке. Этих отличительных особенностей нету у зеленых сыроежек и у рядовых зеленых. Здесь также можно упомянуть то, что именно по этой причине я придерживаюсь способа сбора плодовых тел выкручивать, чтобы увидеть все отличительные признаки. Многие вот люди, это такой основной спор среди грибников, который длится более 100 лет. В Швейцарии был опыт огромный, 26 лет огородили у падежа Аль часть леса, разделили на квадраты, где-то срезали, где-то выкручивали, где-то не трогали. Разницы как собирать грибы нету, поэтому вот я всегда выкручиваю, чтобы увидеть отличительные особенности. В целом таких вот смертельно ядовитых грибов в Беларуси, кроме бледной поганки, я бы еще упомянул галерину окамленную. Это двойник летнего опенка и с соседним опенком иногда путают. Там отличительные признаки то, что галерина окамленная никогда не растет большими сростками. Максимум три гриба с ростками, а так она отдельно стоит и на ножке такой беленький налетик у нее. Также из смертельно опасных я бы упомянул свинушку тонкую. Многие люди до сих пор ее собирают. Дело в том, что там есть вещества, которые нападают на эритроциты, молекулы красной тельца крови. И вот это новое соединение иммунная система воспринимает как вирус, начинает нападать. То есть организм нападает сам на себя, гибнет клетка крови, а клетка вот этого вредного вещества ядовитого, она остается жива, нападает на следующий эритроцит. И у каждого человека своя доза, после которой начнется лавинообразный процесс, который невозможно остановить, будет падать иммунитет, болеть разные органы и человек в конце концов умрет. То есть свинушка тонкая, ее нельзя собирать, хотя многие люди еще ее собирают. Вот. В целом по ядовитым грибам, от которых прям можно умереть, это все, есть ряд несъедобных, которые, например, могут испортить ваш сбор. Вот я сегодня наглядно привез двойник белого гриба или двойник подберезовика. Вот этот гриб называется горчак или желчный гриб. Отличительная особенность то, что он под шляпкой розовеет. Надавить он буреет и всегда такая розоватая цветовая гамма. И на ножке ярко выраженная сеточка. Если гриб этот лизнуть, надкусить он невероятно горький. После термообработки горечь настолько усиливается, то что два этих гриба, если мы вместе в большой кастрюле сварим весь наш улов сзади, огромную корзину хороших грибов и два этих гриба туда попадут, мы физически не сможем есть. Мы выкинем весь наш урожай. То есть это грибы не ядовитые, их просто невозможно будет съесть. Давайте сравним желчный гриб горчак и инвазивный вид захватчик белорусских лесов. Вот этот золотистый боровик у меня, он с прошлого года начал появляться на рынках по всей Беларуси. Съедобные грибы немножко по качеству похуже, чем наши стандартные белые грибы разных видов. Но, тем не менее, эти хорошие грибы съедобные. Они очень похожи по цветовой гамме шляпок, невероятно похожи. И ножка. То, что у золотистых такой рисунок, как сеточка присутствует рельефная, так и у горчака присутствует. Но отличительная особенность это цветовая гамма под шляпкой. Конкретно видно то, что у горчака это розоватый цвет, у золотистого это всегда желтый. То есть даже у молодых грибов под шляпкой желтый цвет. Например, если взять короля грибного царства сосновый белый гриб. Самая желанная находка большинства грибников, потому что вот это как из мультика. Гриб невероятно красивый. Цветовая гамма шляпки вишневого цвета и ножка, как правило, белая, без рельефа вот этой сетки. Ну то есть тут перепутать в целом невозможно. Сравним с дубовым белым грибом. Тут в целом тоже начинающий грибник может перепутать, ввиду того, что цвет шляпки похож. И у белого гриба дубового, это такой летний наш первый вид, его еще называют белый гриб сетчатый, потому что на ножке тоже присутствует такой рельефный сеткообразный рисунок. Но под шляпкой он всегда белый. С возрастом он немножко желтеет, набирает цвет, но ложный белый гриб горчак он с возрастом очень розовый, то есть прям невозможно перепутать. Уважаемые зрители должны запомнить всегда смотреть под шляпку. Если оттенок розовый есть, то сразу же грибы эти выбрасывать. Например, еще можно сравнить с белым грибом еловым. Цвет шляпки коричневый. Любитель может перепутать, подумать, что этот гриб вырос на солнце, поэтому не полностью загорел. Но опять же возвращаемся под шляпкой белый цвет у молодых и желтоватый у взрослых, поэтому обращаем именно под шляпку цвет. Если сравним с подберезовиком, шляпку можно перепутать коричневая, но у подберезовика черные штрихи на ножке. Здесь они отсутствуют. Именно черного цвета тут такая сеточка, как соты пчелиные выглядят. У подберезовика же, как у ствола березы, черные такие рисочки, то есть тоже перепутать невозможно. Ну, то же самое подосиновик. Цветовая гамма шляпки, она всегда разная, то есть отличается сильно от оранжевого до красного, в зависимости от вида подосиновика. Тут белоножковый вид у нас, ну, все виды подосиновиков, они отличаются. Также вот есть еще белый гриб польский. Если под шляпкой надавить, то он посинеет, горчак побуреет. Тут розовый, тут он такой желто-зеленый и становится синим, если надавить. Отличительные особенности тоже. В целом лжегрибы, вот если вот горчак взять, бледную поганку, они в смешанных в лиственных лесах растут. То есть я езжу по всей Беларуси, в целом они везде растут. Нужно конкретно уметь отличать вот эти признаки, понимать, что под шляпкой розово. Но есть карта радиации, загрязнения после Чернобыля, она доступна, можно легко ее найти и не ездить в зоны, отмеченные там, где радиация повышена. Но даже, то есть сейчас уже прошло много десятков лет, ситуация меняется. В любом случае я бы советовал из любого леса ваши грибы можно проверить. Или на Комаровском рынке, на любом рынке бывает перед продажей, ты проверяешь. Или центр гигиены и эпидемиологии в Минске, например, я там проверяю абсолютно бесплатно. Особенно вот можно упомянуть то, что польские грибы, они съедобные, хорошие, но они накапливают радиацию в 10 раз больше, чем любой вид белых грибов. И соответственно нужно более тщательно подходить к выбору леса, где мы собираем польские грибы и проверять их в лаборатории как можно чаще. Ученые и микологи не советуют собирать очень старые грибы, которые уже начали разлагаться. Они, как правило, такие слизкие, мокрые становятся. Там уже идет процесс гниения, вырабатываются какие-то плохие вещества. Если там плохо обжарить грибы, не сварить, то могут возникнуть проблемы со здоровьем. Также иногда вот эти наши белые грибы всех видов и подосиновики, они подвергаются нападению плесени. Я не помню как называется, но это тоже гриб, не помню название, оно как плесень. И мы иногда находим хороший гриб и часть гриба или часть ножки, она покрыта белой плесенью. В этом случае нельзя отрезать пораженную часть и забирать чистую шляпку. Весь гриб, гриб уже пронизан мицелием вот этой плесени, и весь гриб, он токсичный. Для некоторых людей он может вызвать какие-то проблемы со здоровьем. Ну а так, в целом, в городе нежелательно собирать грибы около дорог, ближе чем 100 метров, не рекомендуется. Ну если трасса такая оживленная, там уже вот тяжелые металлы, вредные вещества накапливаются. То есть грибы, они как губка впитывают себя окружающую среду. Я люблю сыроежки, я сам их собираю, но только некоторые виды не потому, что они по вкусу какие-то разные. Из-за того, что вот зеленая сыроежка, как раз двойник бледной поганки, надо очень аккуратно подходить к сбору. И сыроежка пищевая, она такого бордово-белого цвета, они такие крепкие, не ломаются в корзине. Все другие цветные вот эти сыроежки, они все съедобные, кроме сыроежка жгучо-едкая есть, она ярко-красного цвета, такого вырви глаз. Не такого вот нежного вишневого благородного, а там она прям яркая, как такое. И ножка у нее немножко с красноватым отливом, она вот очень горькая, острая, ее сложно будет тоже съесть, она не ядовитая, но может испортить ваш улов. А так все сыроежки съедобные, хорошие грибы, то есть о каких-то там полезных веществах там нету, но как еда, классные грибы.